на ремонте вот такая системная плата asus при включении некоторое время я включил некоторое время работает потом гаснет причем гаснет быстро иногда совсем быстро хотел бы обратить ваше внимание то что в каком состоянии никогда не обслуживался вот так вот так попробую сфокусироваться вот так вот там в каком состоянии чтобы сказал я бы тоже сломался значит возможно это перегрев хотя слишком быстро выключается больше похоже на питание будем разбираться в чем проблема сейчас подкинем за видово исправный блок питания и начнем проверку ну а первое чем необходимо заняться это конечно же про пылесосить убрать всю пыль которая здесь есть чтобы хоть каким-то образом хоть немного было охлаждение потом нужно будет термопасту поменять но чтобы он хотя бы признаки жизни показал и сразу не врубался нужно если все выйдет если поможет замена балка питания нужно начать с того чтобы полностью вычистить так вот я подсоединил питание от соседнего компьютера рядом поставил и от него подсоединил основной основной разъем разъем процессора тоже от него к нему подсоединил питание и проверяем чем все закончилось то есть подсоединил заведомо исправный от моего рабочего компьютера включаю завелось завелось пик это значит все сработало можем посмотреть на экране немножко светловато подсоединил монитор сейчас не подключен жесткий диск не хватает от этого блока питания проводов длинный проводов для жесткого диска не его отсоединил но суть в чем все работает значит проблема в блоке питания как видим простое решение проблемы как ремонтировать блоки питания вы можете посмотреть у меня на канале другие мои видео иногда это просто иногда не очень но чаще всего если есть смысл ремонтировать то это просто иначе дешевле просто купить новый бушный блок питания за 300 гривен такой это какой-то кентар отсвечивает кентар франко значит на 430 ватт здесь всего лишь 20 ампер такой можно купить я думаю за 300 гривен бушный рабочий вот так решается проблема с вообще не запускающимся компьютером видим что проблема простая в данной ситуации сейчас я еще посмотрю в чем проблема самим блоком питания можно решить отремонтировать и если нельзя то тогда буду ставить другой дальше смысла думаю показывать нет подписывайтесь на канал я показал в чем решение проблемы в другом видео можно посмотреть как ремонтировать блок питания